всем привет сегодня мне на обзоре смартфон samsung galaxy j5 2017 моделька у нас 17 года это логическое продолжение прошлогодней линейки j5 2016 либо 16 дишин 16 года то есть называть как хотите но в принципе думаю что вы так понимаете смартфон у нас как бы является центральной серединной частью линейки от компании samsung в серии джей то есть если на g3 j5 j7 и действительно ли данный смартфон можно назвать каким-то середнячком серии джей ведь аппарат стоит ну не маленьких денег то есть в наших магазинах он стоит порядка 300 с копейками долларов то есть это абсолютно скажем так совсем маленькие цифры и это ну по меркам скажем так китайских смартфонов далеко таки не средний аппарат потому что те же там 320 долларов можно купить в китае сяоми минут 2 который будет честно интереснее круче и так далее но не все хотят китайцы не все хотят ждать не все хотят потенциально попадать на растаможку многие предпочитают купить смартфоны в магазине здесь на месте и данный смартфон кстати любезно для обзора предоставлен интернет магазин magmania.ua ссылочка на данное устройство на цену на характеристики и скид который можете получить при покупке данного аппарата в этом магазине находится у нас под видео итак давайте будем знакомиться с нашим экземпляром на фронтальной лицевой панели то мы видим 5 2 дюймовый super amoled hd дисплей над ним расположился логотип разработчика разговорный динамик здесь у нас фронтальная камера датчик движения освещения и также светодиодная вспышка не часто встретишь такое решение у нас смартфонах от различной компании на моей памяти это у нас леново с такой же штукой была и также motorola у нас были moto с такой же светодиодной вспышкой спереди у сапсунга такую штуку встреч не часто снизу находится кнопка назад традиционно также последний приложение и механическая кнопка домой которая совмещается без сканер отпечатка пальцев работает сканер хорошо то есть традиционно лица фунга работает хорошо особо нареканий у меня примерно скажу не вызывает значит на левой грани то у нас есть кнопка регулировки громкости их две они разнесены отдельно и также скажем так какая необычная компоновка из двух лотков обычно то я просто рассказываю что у нас есть лотов которым нас есть на 2 sim карты которые можем поставить этот он здесь все-таки покажу потому что реально для самсунга это честно говоря немножко необычно в первом лотке то мы можем поставить сюда одну на на sim карту а второго то как мы видим на такой довольно большой и точно такое же решение видел смартфоне coolpads 99 76 а который давным-недавно был на моем канале а в этом лотке можно поставить еще одну наносим карту и также микро sd карту для того чтобы расширить память нашего устройства на правой грани то у нас также есть очень необычное решение для компании samsung крайне мере на моей памяти вроде как 1 аппарат с такой штукой здесь у нас находится основной динамик устройства отсюда услышите звонок отсюда услышите звук ну и так далее я честно говоря когда 1 включил я не мог понять откуда звук слышу сверху смотрю думаю может отсюда как у мото они встраиваются разговорный динамик по сути и основной динамик думаю нет что не так и смотрю вот и правда действительно здесь сбоку сделали прорезь основного динамика это на самом деле очень интересно необычно чуть ниже находится кнопка включения включением блокировки разблокировки сверху у нас ничего кроме двух пластиковых полосок которые позволяют проходить сигналу но это в принципе более дизайнерское решение снизу нас основной микрофон микро usb разъем и также 35 миллиметров развода подключение наушника либо же гарнитуры сзади сзади мы видим ну крышка несъемная полностью алюминиевая основную камеру светодиодную вспышку логотип разработчика информация о смартфоне ну и здесь как бы служебная информация то есть аппарат не золотистом свете смотрится и вам скажу что довольно презентабельно причем независимо от того кто будет пользоваться данным устройством либо же это будет представитель женского пола либо же это будет мужчина то есть абсолютно можно пользоваться и одним и вторым и думаю что проблем с этим абсолютно их не будет по комфорту как тактильно смартфон лежит в руке хочу сказать что тоже лежит хорошо благодаря закругленным граням то в руки не врезается и дискомфортных ощущений абсолютно не доставляет экран то на устройство как я уже сказал это супер амолит матрица компании samsung разрешение у нас и ждет еще 280 20 обладает хорошей яркостью хорошим запасом яркости для того чтобы можно было использовать различных условиях как на ярком солнце на улице тоже мной было проверено время тестирования камеры тоже все это смотрелось как и в помещениях то есть аппарата реагирует адекватно и передают хорошую интересную цветопередачу откровенно скажу и думаю что те кто следи за моим каналом давно то знаю что я люблю смартфон компании samsung в частности за то что у них используют супер амолит матрица то есть если сравнивать супер амолит с айпиесом лично мое мнение ну то есть с ним конечно тот же может быть не согласен но как бы каждый имеет право на свою собственную точку зрения но супер амолит матрицы мне нравится и цвета которые вижу мне тоже откровенно скажу нравится давайте посмотрим что у нас по начинке данного аппарата значит в антуту смартфон у нас набрал 44401 балл по сегодняшним меркам на фоне гигантов на фоне из 8 8 плюс айфона там 7 плюс там 8 уже подходящего то в принципе это далеко не впечатляющие цифры там one plus 5 тоже там грубит там сумасшедшие 170 тысяч баллов и так далее вот но опять таки не будем забывать что смартфон спозитируется как средне бюджетный такой сегмент хотя она вполне таки и скажем не совсем за маленькие деньги значит по информации о смартфоне на данном аппарате у нас уже стоит android 70 32 битных хотя из коробки когда его достал весел 6 android и сразу он когда получил вай фай погрузился процессор у нас от компании samsung exynos 7870 616 ггц который имеет два ядра графических мали т 800 30 оперативной памяти у гигабайта встроенной памяти 16 гигабайт процессор 8 отдельный 64 битный плотность пикселей 320 dpi и две камеры по 13 мегапикселей как основная такая фонтальная камера у нас имеет по 13 мега пикселей значит по различным датчиком и думаешь информацию озвучивать это смысла нет датчики все которые необходимы то присутствуют и позволяет смартфон использовать в любых задачах которые вам в принципе будут необходимы давайте посмотрим как наше железо наш процессор наша графика справляется с играми и сейчас на примере наших любимых игр и алисинги гитая я вам это покажу и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Итак, с играми у смартфона особо серьезных проблем нет, но справедливости ради скажу, что все-таки некоторые, в частности в сериал-рейсинге, неровности, неплавности графики, то откровенно мной были замечены. И это было заметно, потому что у меня есть еще один смартфон Samsung Galaxy J5 2016 года, который мы скоро сравним, то есть будет сравнение на канале этих двух аппаратов и забегая наперед скажу, что здесь игры идут лучше, хотя здесь начинка вроде как бы слабее. Ну ладно, об этом покажу более детально в обзоре. Вот, с играми разобрались. Для игр смартфон брать, конечно же, этот можно, но сказать, что это игровая машина, которая позволит вам во всех ваших любимых играх показывать супер-мега крутые результаты, конечно, мы сказать в принципе не можем. Потому что графика 830, да и всего лишь два ядра, они все-таки сказываются. Плюс Mali, это, скажем так, не самые крутые ядра, под которые у нас фактически все оптимизировано. То есть некоторые игры у нас не супер-мега хорошо оптимизированы, именно конкретно под графику данного производителя. Что касается камер данного устройства, две штуки у нас, здесь 13, здесь 13 там. По камерам, то сэмплы, если кому интересно, то ссылочку, чтобы скачать, я повставляю, может даже в обзоре что-то повставляю. Значит, по фронтальной камере, по основной камере, что можно, могу сказать, что камера мне понравилась. Камера делает хорошие фотографии, когда у вас достаточно света, когда вы фотографируете в солнечную погоду, днем, когда, скажем так, достаточно света. Как только у вас начинаются проблемы со светом, скажем так, в помещении, фотографии получаются неплохие, но уже, скажем так, довольно видны хорошо шумы, ну и так далее. Нечеткость изображений, смазанность, это все у нас присутствует. Но когда вы фотографируете вечером, только, скажем так, на ярких объектах у вас получаются неплохие фотографии. Во всех остальных моментах, то, ну, фотографии, скажем так, средние. То есть не могу сказать, что супер-мега крутые, но не скажу, что очень плохие, то есть средние. То есть идеально для этой камеры фотографировать в условиях достаточно освещенности, когда фотографии будут получаться у вас неплохие. Видео снимает камера у нас в разрешении Full HD, 30 кадров за секунду, и, соответственно, как бы это позволяет вам записывать хорошее видео, интересное видео. Опять-таки, больше мне понравилось, когда записываем видео днем. Основная камера Samsung Galaxy J5 2017 Edition. Хорошая солнечная погода. Солнце. Оперный театр. И Тема. Тема, привет. Умахай, умахай. Шонтанчик у нас. Пассировка. Нормально. Пойдет. То есть в плохом освещении, в искусственном освещении, в помещении, вечером то неплохо. Я сказал бы, что неплохо, реально неплохо на четверочку. То есть, ну, не супер-мега крутой балл, конечно же, по максимальной шкале, но на четверку камера снимает. Запись основной камеры Samsung Galaxy J5 2017 года. Моделька. Вот. Тест видео при искусственном освещении. То есть, уже вечер. Такой нормальный вечер. Вот. Фокусируется. Медленнее, по-моему, чем 16-й год. Сегодня память, конечно. Точнее, да, память не изменяет. Samsung Galaxy J5 2017. Пример ночной съемки. Реально сейчас уже ночь. 23 часа 30 минут практически. Вот. Скорость фокусировки, качество съемки. Скажу, что на фотке, вот, на фаре он сфокусироваться не смог. А 2016-й смог. J5 2016. Вот. И вот та вот табличка ОКО. Короче, она так немножко, я вижу, замылена. Ну, то есть, ну, замыта в смысле. То есть, засвечена. А 2016-й ее нормально вроде сфокусировал. Ну, это, в принципе, будет все в сравнении. Фокусировка. 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 Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, если я тапну, скорее всего, он сфокусируется. А без тапа, то близко не хочет сфокусироваться. А 16-й и J5 2016, то он фокусировался. Короче, как-то так. Фронтальная камера нашего J5. Туры заслуживают довольно неплохой оценки. Когда у нас достаточное количество света, то камера фотографируют очень даже таки неплохо. В условиях плохой освещенности, то благодаря тому, что есть вспышка, и также, если фотографировать без вспышки, то фотографии получаются тоже на очень достойном уровне. Не скажу, конечно, что могу поставить максимальную оценку из тех камер, что я видел, но, тем не менее, то есть фотографии получаются неплохие. Видеокамера снимает тоже очень неплохо. Фронталочка Samsung Galaxy J5 2017 при хорошем освещении. Солнечный день. Смотрим, как снимает, как пишет звук в условиях засумленности, в условиях города. Сладачи полевая. Съемка фронталочки Samsung Galaxy J5 2017 edition в условиях искусственной освещенности. Full HD. Получи, слушайте микрофон и делайте, соответственно, свои голоды по изображению. Тём, пошли. Пошли, Тём. Идём. Фронталочка Samsung Galaxy J5 2017. 2017 в вечернее время, ну, таком, скажем так, городском, применесцентом светодиодном освещении. Вот так вот всё это смотрится. Там вот Fuji Kura. Ну, те, кто знают, где-то во Львове, поймут, где я сейчас снимаю. Но, тем не менее, то есть снимает, короче, камера вот так вот. Вот. И камера, я скажу, что фронталочка служит очень даже таким неплохой оценкой. То есть, если вы ищете смартфон, ну, скажем так, условно, скажем, среднеценового бюджетного, среднеценового бюджетного сегмента, то этот аппарат по камерам выступает очень даже таки неплохо. По звуку данный аппарат, то есть по разговорной по системе вопросов, как всегда, к Samsung в принципе нет. По звуку динамика. Динамик громкий, звук мне очень, я честно скажу, что понравился. То есть, он даже такой насыщенный. И звонок, скорее всего, в большинстве условий вы не пропустите. Звук в наушниках данном устройстве, то также очень неплохой. И большинство людей, которые будут пользоваться им, скажем так, 95%, если, конечно, вы не меломан, я думаю, что его звук вы оцените и вам его будет вполне достаточно. Батарея данного устройства 3000 мАч. И батарея данного устройства позволяет вам прожить на нем, ну, 100%, скажем так, сутки. Если в более-менее среднем режиме эксплуатации, то это даже будет двое суток. Потому что батарейка садится здесь не особо сильно охотно, скажем, не супер-мега-быстро. Если, конечно, вы не будете играть очень много в игры. Игрик, как всегда у нас пожирает батарею, в принципе, с любым, в любом смартфоне, с любым процессором. Будь то Exynos, будь то Qualcomm, будь то Mediatek, ну и так далее. То есть в этом плане тут, скажем так, у нас абсолютно ничего нового нет. По Antutu тестеру, то есть сколько батареи выбил у нас баллов. Если вам это интересно, то можете посмотреть. Батарея выбила 13756 баллов. И это очень неплохой результат. Опять-таки, повторюсь, он довольно более-таки интересен. Результаты, которые вы видите в сравнении G5 2017 с G5 2016. То есть батарейка здесь очень даже-таки неплохая. Не зря на то, что она потеряла немножко емкости по сравнению с моделью прошлого года. По оболочке данного аппарата у нас здесь, конечно же, это очевидцы. Вот новые фирменные иконки, такие же, как на S8. Я думаю, что вы уже, в принципе, все видели. Новая шторка Android 7. То есть есть у нас из, скажем, интересных, нужных вещей. Это фильтр синего цвета, то есть из бронесных, то есть у нас такие желтенькие. То есть это полезно для глаз, потому что синий цвет как бы плохо влияет на глаза. Вот есть экономия энергии, фонарик. То есть, ну опять-таки, это все у нас довольно-таки стандартные вещи. То есть по настройкам, то те, кто пользуется Samsung, особенно с 7 Android, то увидят очень знакомые пункты, которые, в принципе, полностью унифицированы во всех моделях. То есть в S8, в S7 на 7 Android вы увидите абсолютно то же самое. Чего-то такого феноменального, супер экстра нового, то в принципе здесь нет. То есть все работает четко, отлично, я бы сказал, что довольно быстро, без особых лагов, фризов и каких-то нареканий. То есть аппарат в общем могу сказать, что мне понравился, то есть интересен. Единственный вопрос, конечно же, стоит у меня в цене. Цена его довольно-таки высока, 330 долларов. За эти деньги можно купить смартфоны, конечно же, не от, ну скажем так, А-брендов, как мы привыкли. С таким же, с железом, с такой же камерой, с таким же дисплеем, но скажем так, тот же Xiaomi Mi 5S, Mi 5S Plus стоит, по-моему, даже меньших денег и по многим параметрам, в частности по камерам, по батареям и так далее. То есть по функционалу они будут более интересны. Хотя, если вы не любите китайцев, повторюсь, а хотите что-то известное, хотите что-то, скажем так, именитые, тот же Samsung, то пожалуйста, аппарат довольно-таки интересен и у него фактически, фактически все в плюсах, чем в минусах. На этом свой обзор я заканчиваю, ждут вас лайки, комментарии, подписку на канал, ну и ссылка, где можно купить данный аппарат, находится под видео. Всем большое спасибо за внимание, пока!